Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, отменяют концерты у жены Саши Цикало, Лолиты Милявской. Да, отменяют концерты у Арбакайте. Отменяют концерты у всем известного, этого клоуна двухметрового, которого выгнала Алла Пугачева, чертовой матери, у Фильки Киркорова. Отменяют концерты. Все почему? Ну, формально из-за голой вечеринки у Ивлеевой. Де-факто, ребята, просто закручивают гайки, запугивают, смотрите, запугивают своих холопов, своих рабов, всем, чтобы показать. Смотрите, мы растаптываем вот такие вот имена. Мы их, как говорится, смешаем с грязью. А что будет с вами, если репрессивная машина, которая наехала на Филю Киркорова, доедет на тебя, на скрипоносца такого безымянного, без роду, без племени, а тебя и мокрого места не останется. И все, и они идут на войну, понурив свои неумные головы. А вот интересно, Филя, видите, Филя пытается выкрутиться и поехал в Горловку, в Горловку к путинским террористам, которые там находятся, в оккупированной Горловке. Представляете, до чего он опустился? Поехал к бандитам каким-то, чтобы им петь свои песни. Но и тут получилась промашка. Почему? Потому что выступили эти самые бандиты, там вот эти кизяки, или как их там называют еще, Господи, прости, где они только берутся на нашу голову. И сказали, что им такой выступлюн не нужен, и что они требуют отменить все выступления Киркорова в чертовой матери. Вот так вот, ребятки. То есть, если кто-то из артистов думал, что Моза, знаете, не замечать войны, что он мимо политики, политика его не касается, что он может продолжать жить в фашистском государстве и орать свои песенки, то этот вариант не проходит, просто-напросто не проходит. Так не получится. Или ты за Украину, или ты за правое дело, или ты за бандитов, за террористов, за боевиков путинских, то есть за Россию. А вот посередине, те, кто пытались усидеть, да, между двоя табуретками, просто-напросто провалились попой на асфальт, причем заплеванный.